Всем привет! Представляю вашему вниманию еще один вариант приемника прямого преобразования, который построен на микросхеме LM386 и в качестве смесителя у него применен также смеситель на встречно-параллельных диодах. Схема приемника перед вами и, как вы понимаете, схема в общем-то не нова. В основе этого варианта приемника лежит также сам приемник Полякова на встречно-параллельных диодах. Ну и, собственно говоря, сама схема представляет собой улучшенный вариант и, конечно же, этот вариант предложил Сергей Эдуардович Беленецкий. Как вы помните, в предыдущем видео я уже показывал подобный приемник, но только в качестве усилителя мощности там был применен усилитель на Германии в их транзисторах. Ну а в данной схеме усилитель собран на микросхеме LM386. Собственно, сама схема на Германии в их транзисторах меня и натолкнула на мысль, чтобы поискать варианты приемника или самому как-то этот приемник разработать, который бы имел выходной усилитель, ну допустим, на микросхеме, и плюс хотя бы простенькая АРУ. В предыдущем видео я об этом упоминал, что, в общем-то, очень хороший приемник, но АРУ, в общем-то, не хватает лично мне. И я задался целью найти такой приемник. Ну, сначала начал разрабатывать свой вариант, а потом в поисках в интернете увидел, что, ну, как вы понимаете, все уже сделано до нас. И изобретать велосипед нет никакого смысла. Я нашел, естественно, схему, которую давным-давно уже предложил Сергей Эдуардович. В принципе, схема мне понравилась. И вот в данном видеоролике я хочу предложить послушать и сравнить приемник, допустим, на микросхеме 386-й и, соответственно, на германиевых транзисторах. Ну, это по низким, что-то мысли чуть-чуть, если вы хотите добавить, вот, но, ну, все равно у вас он более такой, какой-то, как паспорт. Вот, но что-то напоминает, вот, печаль, что-то напоминает, вот, вот, ваш сигнал. Ну, от Ратрили, они в центре, Ратрили, радио, например. Ну, от Ратрили, радио, всем, Ратрили, Роман, вызывает Роман, Ольга, Три, Роман, всем, я Ратрили, радио, напоминаю. Ратрили, радио, напоминаю. Как мы это регулярно говорили в нашей программе. Кузнец 73, спасибо. Мне, пожалуйста. Кто Кюрпи приглашал, говорил Кюрпи приемт. А что ты не включил из терапии станции, которой говорил, Юра, тебе что-то хотел сбросить? Добрый день. в общем как видите приемник работает работает он конечно на мой взгляд на порядок хуже чем приемник на германии в их транзисторах мне тот приемник конечно больше нравился объективно но однозначно имеет право на жизнь во первых он простой во вторых собственно говоря усилитель мощности который построен на лм-386 микросхемы микросхеме он довольно дешевый ару в общем-то работает довольно неплохо но даже чтобы добиться от него вот такой вот работы мне пришлось в общем-то изрядно потрудиться и я вам скажу несмотря на всю кажущуюся простоту этого приемника он оказался не такой уж и простой ну во первых как я понял эту схему в общем-то мало кто собирал и скорее всего даже может быть и не собирал касательно авторского варианта то есть то что предложил сергей эдуардович я думаю он ее даже и не макетировал ну то есть схема работоспособна она имеет право на жизнь и все в общем-то в ней логично когда дело не доходит до практического использования и практической сборки входной части приемника в принципе претензий нету гетеродину тоже претензий нет никаких вся эта схема она повторяет схему полякова владимир тимофеевича как я уже сказал раньше и соответственно она полностью копирует ту же самую схема технику что и в приемнике на германии в их транзисторах камень преткновения начинается непосредственно с первого каскада усиления и дальше ну давайте по порядку я вам расскажу какие тонкости есть в настройке этого приемника но первое у нас есть каскад на vpd встречно параллельные диоды то есть не каскада смеситель что здесь требуется здесь требуется четко подобрать диоды то есть выбрать пару диодов максимально близкий по своим характеристикам что для этого делается берется приборчик по методике лифаре прекрасно знают наверно многие эту методику если кто не знает я выложу описание под этим видео кстати под этим видео будет также схема мною исправленная и немного доработанная так сказать уже с точки зрения практического использования и соответственно будет печатная плата размещена печатной платы в интернете на этот приемник нету с чего я в общем-то могу заключить такой вывод что в лучшем случае этот приемник только макетировался но по сути вряд ли его кто-то изготавливал но в общем в интернете я не нашел печатной платы сделал ее собственную печатную плату и так сказать безвозмездно выкладываю пожалуйста скачивайте и пользуйтесь далее гпд гпд как я уже сказал ранее у меня претензий нету работает он прекрасно при должном и правильном подборе конденсаторов у нас все работать будет стабильно и хорошо здесь применен транзистор bc 547 он имеет достаточно большой коэффициент усиления и соответственно уровень сигнала у нас здесь в общем то имеет неплохой запас то есть можно регулировать можно подбирать резисторы и выбирать любой уровень ну скажем так от 0 8 до полтора вольта можно спокойно выставить уровень сигнала гпд вместо транзистора bc 547 здесь также неплохо пойдет транзистор кт 3102 ну и вот мы дошли до самого интересного это транзистор по схеме у нас т2 то есть это первый усилительный каскад вот он он у меня на плате значит здесь применен bc 547 так же как и в гпд но данный каскад на bc 547 он имеет очень большой коэффициент усиления то есть сам транзистор из этой группы значит они в среднем имеют статический коэффициент усиления триста пятьдесят есть 300 есть даже до 400 и выше попадаются экземпляры сразу хочу сказать что с таким усилением транзистор в первом каскаде не нужен не нужен потому что в первую очередь во первых он заводится что в общем-то перечеркивает все достоинство схемы во вторых он усиливает излишне усиливает шумы в которых даже маскируется полезный сигнал и как я не пытался бороться с возбудом вот в этом каскаде то есть я пробовал и печать немножко переделывать я пробовал вставить антизвонные резисторы и обратную связь водить я не добился более менее хорошего сигнала и учитывая тот факт что у нас по схеме оконечный усилитель то есть усилитель мощности на лм 386 стоит с достаточно большим коэффициентом усиления то есть схема технически так значит включена микросхема что от первого каскада нам такое усиление не нужно совершенно соответственно я пошел путем замены транзистора bc 547 на любой попавшийся под руку под руку с наименьшим коэффициентом усиления то есть я поставил транзистор 312 с коэффициентом усиления 50 и все мои проблемы в общем-то решились то есть пропали возбуды шум самого приемника стал довольно заметно меньше более приятный не такой резкий душераздирающий как это было и соответственно появились даже даже в общем-то станции которые идут с довольно таки малым уровнем я их стал слышать в обвязке микросхемы усилителя мощности мне тоже например непонятны были некоторые моменты ну во первых там есть такой конденсатор с23 если посмотреть авторскую схему вот этот конденсатор и имеет емкость 10 микрофарад ну по честному говоря этот конденсатор садит практически ну весь сигнал на на землю то есть это по по сути конденсатор антивазбуд почему он выбран именно 10 микрофарад я так и не понял честно говоря то ли опечатка то ли не опечатка но в общем здесь я поставил 47 47 микрофарада то есть для того чтобы прибрать возбуд который вполне вероятно может быть в этой микросхеме там достаточно буквально того конденсатора небольшой емкости там 47 на на фарад 4 7 10 на на фарад 0 1 микрофарад но никак не 10 микрофарад собственно говоря у одного из моих подписчиков нашего канала скажем так я встречал тоже подобный приемник он тоже полякова тоже на впд ну собственно говоря входная часть вся та же самая и и он пробовал делать этот приемник похоже он его собирал по схеме один к одному как и я но потом он в описании к этому приемнику рассказывал что ему пришлось практически переделать все то есть он менял микросхему на другую уже он что-то там еще менял но в общем в итоге это стал другой приемник опять же с входной частью от полякова ну а выходная часть усилительна вот это все было чем-то другом у него реализовано ну и подрезюмировал немножко свой рассказ скажу вы сами видите что этот приемник по габаритам своим он немножко меньше дам не немножко где-то так почти наполовину меньше приемника на германии в их транзисторах далее по звуку но звук оставляет желать лучшего однозначно то есть если сравнивать германии вы приемником который построен на германии в транзисторах то там звук довольно сочный приятный мягкие шумы там в норме здесь конечно картина ну скажем так как для меня на мой вкус ну весьма печально это заслуга в принципе не столько схемотехники как таковой это заслуга того что здесь применена микросхема lm386 которая как многие знают она не блещет своими параметрами абсолютно это дешевая микросхема которая предназначена для каких-то там у таких вот незначительных поделок для начинающих но эта микросхема абсолютно не представляет никакого интереса по большому счету для серьезных конструкций как видите в этом приемнике я даже не применяю от и нюатор от и нюатора здесь нету потому как в принципе применив транзистор с достаточно малым коэффициентом усиления у нас в общем-то приемник работает вполне прекрасно без всякого от и нюатора вещалки вещательные станции не пролазят если хорошо подобрана диодная пара и соответственно транзистор с небольшим коэффициентом усиления то соответственно с вещалками и не пахнет то есть работает он хорошо и вы в этом сами в общем-то убедились на этом я заканчиваю свой обзор ну и традиционно кажется заходите на канал ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал ну и соответственно помните что все материалы все схемы печатные платы я обычно размещаю под этим видео и кстати под этим видео будет также ссылочка на приемник на германии в их транзисторах ну в общем то может быть кому-то захочется сравнить соответственно чтобы долго не искать где там чего он был выложен на канале вы зайдете по ссылочке и тут же прямым методом сравнения можете послушать тот и этот приемник всем пока и до новых встреч в следующих роликах